Крыса засуетилась и задергалась. Крыса начала снимать своих генералов. Посмотрите, он снял 8 генералов, еще четверых мы уконтропупили. И таким образом вот все генералы, которые начинали вот эту агрессивную войну против Украины, уже сегодня то ли сняты, то ли уже на концерте Кобзона. А что это, о чем это говорит? А это говорит о том, что что-то пошло не так, что, точнее, все пошло не так, вот как в Кремле планировали. И, кстати, он поарестовал кучу офицеров ФСБ, которые ему там докладывали. Все пошло не так, как они рассчитывали. Вот изначально они рассчитывали, что украинская армия перейдет на сторону России. Но это вообще, понимаете, это до какой степени надо не понимать ментальности украинцев, чтобы сказать такую чушь, сморозить, что хотя бы один наш солдат перейдет на вашу сторону. Да никогда в жизни, никогда в жизни. Просто объясняю почему. Потому что просто Украина лучше, понимаете? Человек, который жил, уже сколько, 30 лет в свободной стране, нормальный человек, никогда не захочет жить рабом в какой-то России или Северной Корее. Потому что это рабская страна. И это абсолютно очевидно. Тут можно даже не спорить. Ни один человек, который дышал воздухом свободы, не захочет дышать смрадным воздухом России. Воздухом рабства, несчастья, гулага. Соответственно, даже не пытаясь, понимаете, они даже не пытались понять украинцев, они что-то нафантазировали, что кто-то будет, какие-то воинские части будут переходить на их сторону. Они нафантазировали, что люди, украинцы, граждане Украины будут встречать их цветами. Ну да, встретили цветами. Так же, как гитлеровцев. Цветами. Цветами из РПГ-7, цветами из СПГ-9, цветами из джаволинов. Джаволин очень хорошие, кстати, цветы дают. Когда в танк попадает, башня, когда летит метров на 20, вот знаете, вместе с этими вот курятниками, которые они цепляют сверху на башню, так вот башня летит метров 20. Красиво так переворачивается. Ну, как цветы-то. А если взять, знаете, за ствол ее, вот так вот помахать, даже чупа-чупс получится, а не цветочек. Очень красиво получается, между прочим. Кстати, уже половину танков в РУСС не переколотили, те же у них были целые. Вот, то есть они наделали не то, что кучу просчетов. Это нельзя назвать просчетами. Это идиотизм, возведенный в квадрате. То есть ФСБшники говорили Путину то, что он хочет слышать. Он хотел слышать, что это один народ, вот эту сказку про один народ. И он хотел слышать сказку о том, что его здесь будут встречать цветами. Они говорили то, что они то ли запуганы были, то ли были под воздействием чего-то там. Но они ему рассказывали вот эти сказки. А когда они приехали сюда, здесь им надавали по морде так, что аж нос на затылок вылез, они поняли, что что-то пошло не так. И что они за сколько уже, 16 дней они не взяли ни одного города крупного, кроме Херсона, и то там за Херсон помолчим, там еще все будет, подожди. Вот, то есть они поняли, что они полностью провалились. Он начал снимать офицеров за просчеты, хотя это были его просчеты прежде всего. Эти офицеры ему говорили то, что он хотел слушать, и они ему не говорили то, чего он слушать не хотел. Поэтому он был, если бы он был вменяемый человек, нормальный человек, он бы в жизни не полез в Украину, потому что он знал, он заранее знал бы, что мы его тут просто в бараний рог согнем, выплюнем и дадим под зад, и он будет лететь через всю Украину, вот она до российской границы. И более того, он бы знал, что санкции будут такими, что Россия после этого развалится. Это уже очевидно. Уже очевидно для всех. Из России за последние дни сбежало миллион человек. В разные стороны. Драпали, причем это же не самых дурных, это самых хитрых сбежало. Они те, которые знают, что с Россией произойдет в ближайшие дни. И об этом я еще запишу видео, что произойдет. Но пока что я хочу рассказать, как они обломались в Украине. То, что на России рассчитывали, что в Украине их будут встречать цветами, украинская армия перейдет на их сторону, а Украину будут защищать малочисленные батальоны националистов, было правильно только в одном плане, что Украину будут защищать батальоны националистов. Но они не ушли еще одного, что вместе с националистами насмерть будет стоять вооруженные силы Украины и весь украинский народ. Которые все вместе сплотились против путинских бандитов, террористов и фашистов. И вот этого-то Путин никак не мог предусмотреть, просто в силу собственной тупости. Ну, тупого вылечит, кажется, оглобля между глазами. По-другому сказать невозможно. Все будет Украина. Слава Украине. Продолжение следует...